Ну вот, мы приехали на озеро Суходольское. Тут мы нырять не будем, но мы хотим сходить посмотреть, что у нас там дальше. На языческом кладбище. Да, там есть какое-то языческое кладбище, место силы, геомагнитная аномалия. Напитаться силой решили. Точно, точно, точно. Да, передайвом. Так что вот. В общем, пойдемте глядеть, интересная какая-то живописная природа необычная. Вот как-то так. Нам куда-то вот туда, где туман. Вот такой вот видок на озеро Суходольское. Какие-то поваленные деревни. Это бывшее дно озера Суходольского. Ну да, такие они. Куличковатые, странноватые сосенки немножко. Ну компас работает. Ну компас работает. Все нормально. Ладно, а это дальше. Вот чуть-чуть закрученная сосенка. Ну буквально чуть-чуть. Конечно, не то, что мы на водтоваре видели, но тоже интересные едики задранные вверх. Ну вот, чуть-чуть погуляв, идем все-таки обратно в машину. Это вот граница кладбища. Обозначено. Кто это? Дорога кончается вот здесь. Какой-то коттеджный поселок. Ну охранник сказал, что ему пофиг, хозяина нету, так что если хотите, можете проходить к озеру. Вот сейчас пойдем на лед. Будем пытаться найти. Тут вроде глубоко. 20 метров есть. Вроде недалеко от берега. Так что, в общем, сейчас мы туда идем. В общем, мы спустились на лед. Вот там вот ловят рыбу. В смысле, ее кладят. Порелевые всякие садки стоят, мы их видели. Вот это вот остров впереди. Вот там дальше мы видим в снегах машину, которая едет через озеро. Но мы так боимся ехать. Ну, в общем, мы идем куда-то туда, ближе к острову. Там вроде 20 метров. Ну вот мы определились с местом. Совсем далеко от берега. Здесь 20 метров. Дальше будет 23-24. А туда вот, за остров, если уйти, где-то еще на километр, будет 32. Нам же далеко. Ну что, сначала вывозить к компаниям? Давай. Пришел прозрак, и видно, стал другой берег. О, смотрите, там есть другой берег. Да. По крайней мере, это интересно. Я практически не знаю, что здесь есть. У нас точно никто не нырял. Ну вот наш тестовый замер. Проверим на Vionix. Насколько он врет. Насчет 20-ки здесь. Ушло. О, пошел, 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 пошел. Аккуратненько может не надо нам. Это 10 было? Да. Что, 20? Это 15. Вот это 20. Ну, 20. Ну, никто ничего не забрал. Ну, что, 20? Отлично. Ну, все, слава богу. Все нормально, делаем майдер. Там будет 23. Куда? Куда будет? Вот до нуля. Я говорят. Куда. Вот. Нrynь, взкинет. Н Watch. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Приятный Реал. Теперь собирается Денис. Всегда ночной. Да, традиционный ночной Денис. Да, Night Dive. Night Ice Dive. Ну вот, последнее приготовление. Значит, я иду на север, короче. Ого. На норь. Да. А потом по кругу похожу. Давай. Главное запомнить. Танк, самолет и грузовик с водкой. Как минимум. Хабар. Ну да. В любом. Да, красота. Ну, с губом. А, какой тут снежок у нас идет вовсю. Адский. Там наша машина. Там непонятно, что светится. Скорее всего, да. Где сети, кормушка какая-нибудь. У них электриче туда, скорее всего, проложим. Или кормить вот эту жрату рыбу. Потом, может, и свет сделали. О, всплывает. О, красота. Какая красота. Смотри. Вот. Вот этот свет из-под. А, ну я на тебя смотрела. Угу. Ну, как оно, а? Ну, что могу сказать. Место хорошее. Видел двух самов. Вот таких. Вау. Причем с одним из них минуты три плавал. Круто. То есть, он очень заинтересовался моей перчаткой. Мы с ним легли на одно. Примерно на одном уровне. Ну, реально здоровый. И к моей руке, короче, я думал, цапнет. И нифига, порассматривал. Посидели мы вместе вместе. А сом или налим? Да, да, да. А налим или сом? Сом. Именно сом. Темный целиком без пятен. Или пятнистый? Пятнистый. Это налим? Это налим, да. Ну, к сожалению, я не разбираюсь нифига. Вот его надо было. Чувак, его надо хватать за жабры. Ну, слушай, ну, я такое удовольствие получил, чтобы попало. Вот здоровый реально. И судак. Судаки здесь есть. Судак в самом начале. Ну, судака я тоже видел. Не маленького видел. Я видел здорового судака тоже. Очень большого. Ну, как? Ну, не полкилограммового где-то. Это большой. Ну, согласен, да. Вот я его хотел, конечно, поймать, но он, зараза, очень быстрый. Судака бесполезно. А вот налима реально было. Налима, да, да. Ну, к суши, я не знаю. Я с ним так, как бы, с удовольствием попал. Любишь ты живность, любишь. Активальный угол. Активальный угол. Лучший момент, Дэвид, да? Да, слушай, живности много. Нет, живности много, действительно. Славная вода, мне понравилось. Сад чисто. Даже на рыбок посмотреть, интересно. Согласен. Что там, глубину какую видел? Слушай, тут 21. 21 я нашел. Ну, 20 находил. Ну, слушай, на рим вообще тема. Мне очень понравился. Они большие, они интересные. Ну, реально, большой. Вот теперь ты меня понимаешь, что цапнет, да? Вот, я говорю, прям рядом, друг с другом. Я руку положил, ну, как завис. С большим интересным. Да, он прям не подпыл, вот, прям вот так возле моей руки. Да, я думаю, сейчас и впустит. Тяжел, жду. Он секунд 10 подумал, что-то подумал, и давай от меня делать. Вот, так вот, тихонечко. Ну, знаете, я рассказывал после этого хождение. Не, я видел фотки с наримами. Рассказывал, как это было тоже в живую. Не, ну, смотри. Я видел двух. Первого я все-таки решил поймать. Я его тихонько схватил, но он от меня вывелся. Только за жабра. Вариант, единственный вариант поймать его, это спасить за жабру. Ну, да, да. А вот этого я его увидел, я его даже трогать не стал. Я думаю, давай я с ним поеду. Потому что, ну, в общем, смысл, я его спугну сейчас. А так я с ним минуты три хотя бы поплавал. Не, ну, хорошо. Следующий раз поймаешь по-любому. Может быть. Так, если захочешь есть. Я двоих видел. Причем, скорее всего, это были разные. Ну, конечно. Очень клево. Они, видишь, у них нерест. Как раз вот зимой, по осени, по зиме у них нерест. То есть, это он думал, что я сам. Когда холодная вода, у них голова там, с ума скулья. Тебя надо развязать. Ну слушай, здорово, рад, что теперь и ты насладился плаванием с налимом, это прикольная тема, я с ним тоже тогда весело поплавал, еще веселее я его сожжал, ну слушай меня и пей. У меня была история, что я по нее ползу, бревно, и вижу налима стоит, здоровый, я к нему думаю, дай его за хвостик пощекачу, за хвостик пощекачу, он так берет, разворачивается, и на меня в лоб идет собака такая, я на него смотрю, думаю, все, пипец, я попал, он меня сейчас на части прорвет, крутится большой. Не, на полном интересном, что за нож хвататься, что делать-то, блин, под водой еще, или еще больше, кажется, ну да, ну я вот говорю, он прямо мордой возле моей руки, я думал, сейчас хватит, подумал, подумал, так развернулся, и элегантно от меня попал. Вот он точно так, он так вот повернулся, и пошел на меня так в лоб на маску, плывет, 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 плывет мне в лоб, я такой думаю, блин, это же рыба, жабры, хрестись его. Слушай, на Неве вообще хочется хватать все, что ты видишь, у нас раскрывается какой-то нерезкий звезд. Самое интересное, я тогда вылез как раз-таки, отдал этого налива в ванне, лодку, соответственно, сбросил. И второго, да? Да, вернул, и точно та же второго такого не нашел. Не, я видел фотку реально большая, поскольку они были, ты взвешивал? Слушай, взвешивал, ну больше килограмма это точно, там около 2-3 килограмма, что-то такое. Ну, они здоровые, да, 2-3 килограмма. Не, они красивые, конечно, они, видишь, еще пятнистые такие зеленоватые, то есть, ну как, как и нормальная рыба выглядит. Ну да, красивые, да. Пятнышки смотрятся очень, очень красиво. У нас другой фонарик. И вот этот. Во! Садича. Такой вот светящийся у нас тут. Садичка. Садичка. Субтитры сделал DimaTorzok